На усиленный вариант несения службы из-за угрозы терактов намерена перейти и столичная полиция. Где именно прибавится патрульных и стало ли их больше в центре города, где находится палаточный городок, мы узнаем у Александра Васильченко, он на связи со студией. Саш, здравствуй, расскажи какие новости, тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. О том, что с сегодняшнего дня полиция переходит на усиленный режим охраны порядка в Киеве и области, заявил глава нацполиции Сергей Князев. Это связано с рядом тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Больше патрулей будет на улицах, вокзалах, аэропортах, въездах и выездах из столицы и области. Просим граждан с пониманием ставиться до этих полицейских заходов. Будем остановить автотранспорт, проверять личность. Будем за допомогою миграционной службы принимать решения о том, что люди, которые, возможно, незаконно перебывают на территории региона. Тем временем в центре Киева, возле Верховной Рады, где расположен палаточный городок протестующих, количество силовиков со вчерашнего дня значительно уменьшилось. Сейчас здесь находятся несколько патрульных машин с двух сторон ограждения, а возле Верховной Рады дежурят около десятка нацгвардейцев. Но сами митингующие сегодня обнесли часть палаточного городка деревянными заграждениями. Они визуально напоминают противотанковые ежи, скрепленные проволокой. Сейчас под Радой ситуация спокойная. О снятии охраны с палаточного городка еще вчера заявил министр МВД, поскольку это большие расходы для госказны. По данным МВД, усиленные меры под Верховной Радой государству обошлись в 43 миллиона гривен. Такая информация на эту минуту. Катя. Саш, спасибо тебе. Александр Васильченко был на связи со студией. Он в эти минуты находится возле Верховной Рады.